Добрый день. Тема нашего сегодняшнего видео Смертельная рокировка или 31-й ход. Мы запишем пару партий, сыграем в прошлом тысячелетии. Известные партии. Кто-то мог бы забыть их, кто-то мог бы их и не знать. Мы одним напомним, другим покажем. И расскажем, какие смешные, интересные закономерности могут случаться в шахматах. Первая партия. Анант играл белыми со Свидлером. Эта партия практически целиком посвящена дебютной схватке, дебютной баталии. Давайте посмотрим. Немножко я освещу и дебют вам. Защита Грюнфельда требует, к сожалению, от играющих глубочайшего знания. Разветвлений различных. И невозможно из общих соображений в этом дебюте что-то играть. Тем более, пятый ход Ферст Б3. Очень позиция получается конкретная. Черные, если контр-игру не показывают какую-либо, то без центра и без пространства потихонечку мучаются. А6-1 из многих основных ходов этой позиции. Неплохой. Достаточно. Е5, скажем так, что есть еще ход слон Е2, теоретически один из главных. Ну, Е5 тоже возможный. В5, Ферст Б3, Конь Д7, А4. Этот ход в свое время придумал Алпутян. Знаток Грюнфельда за черных. И употребил его за белых. Впервые он оказался вполне себе добротный, интересный. И, в принципе, очень логичный. Потому что Конь ушел с Ф6. И А4, А5 очень хочется пойти. Но белым нужен темп. Вот если бы у белых сейчас был ход, то позиция, я думаю, что выиграно безусловно. Но черные начинают немедленно контр-игру. У белых два хода есть. А5, Е6. Тут Е6 интереснее. С4. Ну, в партии первоисточники было сыграно АЕФ. Очень странный ход последовал. Король А8, ладя Ф7. Естественный ответ и правильный. Здесь позиция, конечно, у белых выиграна. И вот сложный, правда, ход. Скажем так, А4 приводил к выигранной позиции, разбивая и на ферзевом фланге оборону черных. Но, тем не менее, как факт, позицию все-таки выигранную получил Лупутян своей хорошей новинкой. Но не выиграл. Так бывает тоже. Ферзь Т1. Теория с тех пор стала развиваться. Это был 80-й год. Эта партия играется 20 лет спустя. Практически можно себе представить, как глубоко она шагнула вперед. И, тем не менее, поле было огромное для анализов. Все это теория того времени даже. И вот только здесь Свидлер применяет новый ход. Слон Ф5 не такой плохой. Хотя вопросы у меня все-таки возникают по поводу двух ходов, которые встречались. Это вот КНД5 неплохой ход. Можно сделать в этой позиции. А второй ход, который можно сделать, это Слон Ж4. Тоже неплохая позиция у черных. Вполне можно играть, анализировать. Но, тем не менее, Свидлер применяет новый ход. Слон Ф5. Как вы понимаете, Ананда не удивить. Ну, может быть, одна из идей была Свидлера пораньше свернуть, пораньше удивить. Знатока теории Ананда. Ну, логика в этом есть своя. Главное, чтобы у самого анализ был полноценный. Ну, вот на первый же ход КНД5, который хорошо отреагировал. Ананда последовала чудовищная ошибка. Ладья Ф6. Позже вот открыли, что ход КНД4 надо делать. Извиняюсь, так вот. И эта позиция все-таки очень даже неясная с компенсацией за пожертвованное качество даже в Эншпид. Что, в общем-то, логично. Что дает компенсацию. Это неплохие два слона. Большинство на фланге ферзем, которое может в любой момент двинуться вперед. И кое-какие слабости есть у белых в Б2 и Ф2. А вот Свидлер делает ход Ладья Ф6. Получает Ж4. А что он еще ожидал, как вы думаете, играя слон Ф5. Слон Е6. Ужасно стоят фигуры теперь. Ладья Ф6, слон Е6. Отличный ход. КНЕ4. Подчеркиваю. Плохое положение Ладьи. Слон Д5. И Ананда опять очень здорово реагирует. Ферзь Д2. Довольно забавно, что спустя три года чемпион мира Касим Джанов на тот момент белыми сделал ход Ф3 в этой позиции. Но который, собственно, во-первых, хуже, чем ход Ферзь Д2, который Анан сделал. А второй вопрос, который тоже возникает. Так как странно, все-таки иногда шахматисты принимают решение, необъяснимо спустя многие годы, в голову не залезешь. А, собственно, что он имел в виду на Ферзь Д2, я так и не понял. Немножко посмотрел эту позицию. И не понял вообще ожиданий черных от Ферзь Д2, потому что атака развивается, в общем-то, сама собой. Как и было в партии. Ход делается Ладья Д6, но, собственно, после хода Ф3, объективно, позицию уже спасти нельзя, она безнадежна. Потом идея Ферзь Ф3, ну, в смысле, Ф3, Ферзь H2 в защите Грюнфельда уже не раз применяли. И чемпион мира Карлсон даже, я помню, так играл, план такой применял. В общем-то, стандартный план в этой системе Ферзя на H2 и мат по линии H, но и не только в этой. Свидлер пробует слон Е4, а Фе и не рискует бить на Д4, что, в общем-то, понятно. Ферзь H2 и мат и ведет коня. Сход Ананда Ферзь H2 тоже очень естественный, да и правильный, чего придумывать. Хотя, объективно, Ферзь H2 может быть еще сильнее. И просто забираю весь материал без всяких вопросов. Нет ни одной компенсации здесь, и ладьи тоже нет. Ферзь H2. Ананда хочет сыграть красивую партию и хочет поставить ман. Свидлер приводит коня, где он должен был стоять. Е5. В этой позиции, строго говоря, ладья Д4 ход посильнее. Упорнее можно было оказать сопротивление. Но ладья Д7. Что сыграно, то сыграно. Опять же, очень большой разброс различных продолжений. В такой ситуации сложно делать какие-то ходы. Вот, например, красивый вариант. Хотя он не очень красивый, но тем не менее, слон Ж2, конь Д4. Теперь в длинную сторону просто белые рокируют. Но получается, что практически бесплатная атака угрожает ладья Ф1 и ладья Ф8. Ход Ананда хорош. Ничего нельзя сказать. Конь Е6 вполне красивый вариант. Вот здесь получается. Конь бьет Е6. Шаг. Ферзь Ф7. Вроде бы совсем немножко нужно черным, чтобы консолидировать позицию. Но немножко у них нет совсем. Слон Д3. И два нуля. Смертельный шаг. Мат на доске. Свидлер не захотел получать такой мат. И нашел очень интересную возможность поставить какие-то проблемы. Ходом Ферзь А5. Конь бьет Е5. Красивый удар. На слон А5. Конь Ф3. Позиция обостряется. Не тут-то было. Заметил Анант. И нейтрализует угрозу. Можно было сильно нейтрализовать ходом слон Ж2, нападая на А8. Но слон Е2 достаточно хорошо. Теперь великолепный тоже ресурс С3 находит Свидлер. Взятие. Угроза. Ферзь А8 налицо. И вот тут он мог бы, конечно, найти еще один очень сильный ход. Конь Ф7, который бы затянул партию немножко. Но опять же, ход рокировка будет смертельный. Мы это сейчас увидим. Шаг. Берем. И после рокировки грозит Ферзь А8 мату, Ферзь А7 и Слон С4. И белый выигрывает. Но она, во-первых, очень поздняя рокировка. А во-вторых, просто вход не сам по себе выигрывает, заканчивает партию. А Свидер в этот момент уже потерял надежду. И решил закончить партию в стиле, что называется, изящно. И сдался после 31-го хода рокировка. Именно поэтому мы назвали видео. Смертельная рокировка. Черные сдались. Или 31-й ход. Смертельная рокировка на 31-м ходу. Следующая партия, которую мы посмотрим, не менее сильные соперники встречались. Один из них, как и в первой партии, это чемпион мира. А второй, это божественный Василий, который в 95-м году, когда играл в спартию, наверняка входил в топ-5. А по коэффициенту, вот я так смотрю, 740. И на сегодняшний момент примерно соответствует 850 очкам. Он был в заоблачных высотах, космические цифры у него в коэффициенте. И, собственно, он в те годы как раз достаточно успешно обменивался уколами со всеми чемпионами мира. Он был тогда на коне, на самом-самом верху. Французская защита, не частый гость в практике Иванчука. Но он и поигрывал, конечно, ввиду того, что он все поигрывал. Наверное, нет дебюта, который из более-менее разумных, которые бы он не играл. Слово Б4. Но вот здесь он делает кривой ход, армянский такой. Я запомнил, во всяком случае, я собирался, не собирался, я именно в свой репертуар ввел этот ход по анализам, просмотру партий армянских шикматистов Аганяна. В частности, ход, наверное, не очень хороший. Но не СЛОНЦ3 тогда переход в более-менее классический, на классический рейс, а именно СЛОН Ф8. Хотя, кстати, СЛОНЦ3 БЦ Петросян играл, опять же. Все кривое. Во всяком случае, в 70-х, 80-х годах это была прерогатива играть армянских шикматистов. Не знаю, насколько это сегодня соответствует тому, что было много лет тому назад. Ну вот, да, они очень почти передавали друг другу кривой шахматный стиль. Или можно назвать еще оригинальный. В общем-то, этот дебют достаточно противоречивый, мягко говоря, потому что черные отдали темп уж как минимум ради того, чтобы заставить белых пойти Е5. Но сегодня уже доказано, что Е5, хотите, вовсе не вредно. И структура за белых выгодная даже после размена белопольных слонов. В этом, собственно, беда. Ну тогда, когда этот вариант игрался, вот практика еще была не очень распространенная. И считалось, что если слонов поменять, то проблемы черные кое-как решают. Но на самом деле это вовсе не так. Это сегодняшняя, конечно, позиция. Именно пространства нет. И слон на F8, вот здесь на него посмотреть, он тоже, в общем-то, не имеет перспектив никаких. А3 очень часто во французской защите просто полезный ход. Они не потерят темпа. Это вот считалось тогда, что белые потеряли темп, а они его вовсе не потеряли. Они его скорее приобрели. Конев-то неплохой ход вполне, но я вот так понимаю, FG4 тоже сейчас ходят. В какой-то момент был всплеск опять активности на этот дебют. Но белые в любом варианте оставили серьезные проблемы. Конь e7, h4. Абсолютно нормальная игра. Правильнее ходить не h5, а h6. Это справедливо. И теперь не c5, а а5. Такой неторопливый, выжидательный ход. Если белые тратят темп слон d3, вот тогда слон h6. Ну, белые на самом деле могут даже пойти слон f4, если уж говорить о том, как не терять темп. Или, да, ну, слон f4, может ладья h3 пойти. Слон b5 этого уже тогда был известный, такой хороший план. Сейчас он тоже очень считается правильный. Белые сохраняют белопольных слонов и говорят, что вот слон черных на h6 будет пустой. Ничего не будет делать. Центр надо сохранить. Конь c6 и рокировка. Ну и белые говорят, а у меня очень сильная атака на королевском фланге, а ты не сможешь создать контроигру на ферзь. Ну, так вот утверждают черные, так ли это или нет. Ферзь c7 пытается найти какой-то полезный ход черными, Вася Божественный. И слон e7 не хочется играть, вдруг ферзь придет на g4, атакует g7. Ну, я бы сказал, что конь b6 выглядит как более-менее полезным ходом. Вот слона на h6 ставить не надо. Например, после ферзь c7 очень правильно было бы сначала пойти слон c2, с тем, чтобы практически вынудить ход слона h6, практически. А вот тогда уже ладья e1, и слон ничего на h6 не делает. После b4 только под связку попадает. Я имею в виду, диагональ будет пустая, конь идет на g3 или на f4. Такой правильный метод. Если вы не можете разменить или не хотите менять слона, то хотя бы уберите все фигуры с диагональю. Нормальный ход делает. И ладья e1 придраться к такому ходу нельзя и не надо. И Василий закрывает фланг и говорит, я сейчас буду вас атаковать, Гарри Кимович. Гарри Кимович, да, ради бога, ходи b4. Василий говорит, нет, я пойду сначала слон e7, я опять чего-то выжидаю. Чего выжидает он непонятно, потому что b4, в общем-то, ход логичный. И ладья b8. Я скажу так, что в этой партии, ну, они более-менее расстали как-то фигуры соперники. И вот в этот момент уже начинается выбор планов за белых. План какой тут может быть? Ну, тут два плана. Это фигурная атака на королевском фланге или пешечная. Если говорить о пешечной атаке, то в французской это конь h2, f4, f5. А если фигурная, то вы должны, соответственно, кого-то на линию g привести. Ну, в ситуации, когда ладья ушла на e1, кто-то, это может быть только ферзь на g4. Соответственно, Каспаров сыграл в этой позиции конь h2. Как будто бы он ведет ферзя на g4. А вот, скорее всего, еще сильнее было пойти конь f4, b4. Разменялись. И теперь неожиданно не на h2 пойти, а на h4. Ну, я вам скажу, достаточно неожиданно. Но все-таки нужно иметь какую-то практику для того, чтобы такой ход пришел в голову. Казалось бы, ход абсурдный. На самом деле, несколько идей. Ну, вот, например, давайте я сделаю ход слон d8. Ферзь g4 и как мне защищать на g7 рокировку я могу сделать и могу пойти король f8. Вот, если пойду король f8, то конь g6. Два коня здесь очень полезно стоят. Один даст шаг и позиция разваливается. А если рокироваться, то совершенно неожиданный удар чудовищный. Который, ну, пока, если не знаешь, конечно, трудно предположить, что такое может быть в шахматах. А удар выглядит вот так. Конь бьет е6. Теперь на слон е6, конь f5. А на фе ферзь g6 и ферзь h7 начинается страшный атак. Сложная для нахождения за доской конструкция, может быть, и несложная, и не подъемная. Но не это явилось причиной неудач белых в этой партии. Забегая вперед, скажем, что белые не смогли пробить королевский фланг. Ферзь d8. Ну, тоже ход этот сразу не поймешь. Думаю, что логично предположить, что Василий Михайлович хотел сыграть король на d7, c7. И вместо того, чтобы атаковать на ферзь в фланге, просто сбежать с королевского. Конь g4. Конь направляется на e3. Тут все поменялось. Концепция поменялась. И начинает все-таки контр-игру b4. И вот если до этого момента мы более-менее можем плюс-минус объяснить какие-то ходы, которые соперники делали, то дальше, что начинается, объяснить невозможно. Думаю, что просто бывают плохие дни не только у Кота Леопольда. И Каспаров, конечно, тряс головой после этой партии. Наверное, не мог объяснить, что происходило. Потому что, если Вы посмотрите и попробуйте предположить ход, который сделали белые, то Вы вряд ли сможете. Он не должен входить. Если он входит в пятерку Ваших ходов кандидатов, то это не характеризует Вас как выдающегося позиционного шахматиста. Если Вы скажете, что Каспаров не был таковым, то до некоторой степени не был, но уровнем обладал приличным. Для того, чтобы понимать, что ход ЦБ, который он сделал, мягко говоря, выглядит нелогичным. Теперь на Б2 вечная слабость, собственно, которую черные намереваются атаковать, поставили ладью на Б8. Но, тем не менее, он сделал ход ЦБ. Правильное решение было вместо этого Ф4 и все-таки свою игру настаивать на своей игре. Конь Е3, Ф5 и так далее. Может вернуть ладью на Ф1. Позиция сложная. Можем сказать равная, чуть лучше у белых, чуть лучше у черных. Мы совершенно это сказать не можем. Просто она сложная. И видно, что белые не преуспели так, как могли бы преуспеть. Ну, позиция совершенно нормальная. ЦБ, конь Б4, слон Б1. И, в общем-то, потом, конечно, можно предположить, что думал Гарри Камимович. Думал, безусловно, что два коня на линии Б не дадут атаковать на Б2. И они выглядят немножко бессмысленно. Это все правда. Но, с другой стороны, и создана совершенно ненужная слабость на Д4. Белый. Слон Д7. Ну, все. Теперь уже Иванчук говорит, я не буду убегать королем на ферзевый фланг. Мне там делать нечего. Я все-таки буду держать его в центре или на королевском. Опять здесь вопрос возникает. Что делать? И снова, если вам придет в голову ход, который сделал Каспаров, там, уже даже не в пяти сильнейших, в семи сильнейших, то опять это не должно вас характеризовать как хорошего позиционного шахматиста, а должно характеризовать как человеку, у которого сегодня очень больная голова. Ход, который сделал, забегая вперед, скажем, Б3. А план нужно было тот же продолжать или начинать контр-игру Ф4. Ф4, конь Е3, ладья Ф1 и так далее. Продолжаем разговор на королевском фланге. В партии же, по немыслимой причине, был ход, ход не проигрывает сам по себе, но он совершенно не осмысленный с точки зрения логики позиционной борьбы. Потому что, когда вы играете, вы где играете? На фланге, где вы сильнее. На каком фланге вы сильнее? Ну, разумеется, вы сильнее на королевском фланге, у вас там пешная, нет, не пешная, а пешки обеспечивают пространство. И поэтому вы можете спокойно атаковать Ф4, Ф5 или что-то в этом роде. Или, в конце концов, конь Е3, конь Ф4, Ф4. У вас, вы защищены своими пешками Аш5, Е5. А начинать игру на другом фланге, где вы слабее, это довольно спорное решение. Оно, может быть, конечно, не вовсе плохое, но, во всяком случае, мы так не учились. Ход достаточно неортодоксальный, назовем его так, мягко говоря. И в этот момент снова делает ход совершенно необъяснимый Гарри Кимович. Позиция у черных уже скорее приятнее, потому что не успевают так вот ловко вести атаку белые. Потому что приходится после всей этой игры ЦБ-Б3 защищать и ферзевый фланг. И что теперь можно было сделать? Можно было пойти, например, Ф4 и такую позицию играть. Она выглядит, конечно, как похуже. А можно было пойти здесь и конь Е3. И тоже, скорее всего, позиция, ну, похуже, хотя, скорее всего, и защитима. Ну да, пешка Д4 слабая, но одна слабость. Я не могу сказать, что позиция вот такая плохая. Да, наверное, черными играет приятно, наверное, неприятно играть против Иванчука. Но это совершенно не повод дальше доразваливать свою позицию. Было сыграно БЦ. И теперь сделан очередной неважный ход. Конь С1. Хотя после слона Ф4 и Ф4 позиция, ну, хуже явно. Хотя бы потому, что уже черные даже не обязательно рокируют. А пойдут король Д7 после ухода слона. И спокойненько ладью переведут. С конями Ц4 и Б4 позиция, ну, явно выглядит лучше. И, собственно, бессмысленные оказались движения белых на королевском фланге всеми фигурами. Но в партии было сыграно Конь С1. Слон А4. Это, думаю, что подземнул Гарри Кимович. И Ф7. Тут он, приглядевшись к позиции, увидел, что пешку Д4 физически защитить невозможно. Вот просто невозможно и все. Позиция из худшей стала проигранной. На Е5 весит. Он решил взять и пойти Ф1. С тем, чтобы ладьей на Е4 напасть. На 31-м ходу Василий Михайлович сделал ход. Рекировка. И противник сдался. Ибо на заготовленный ход ладьей Е4, Ф1 теряется сломба 1. Магическая рокировка на 31-м ходу позволила Василию одержать очередную свою победу над 13-м чемпионом мира. А мы, пожалуй, на этом закончим и перейдем к какому-нибудь другому видео. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok